Открытый чемпионат Одесской области по Киоку Шинкай карате прошел в спорткомплексе Краян. Масштабный турнир собрал более 300 участников из разных городов Украины и ближнего зарубежья. В частности, приехали команды из Николаевской и Черкасской областей, а также из Молдовы. Каратисты соревновались в дисциплинах кумите и ката. На татами выходили и парни, и девушки. Сегодня я выиграл второе место. Последний бой я проиграл. Как считаешь, чего не хватило в финале? Я не добил руками мальчика. Какие подсказки от тренера были в этот момент? Что сенсей говорил? Сенсей говорил, надо бить руками сильные ногами. Сначала, как все дети, больше в кумите участвовал. С лет девяти начал больше по ката. В ката тренируется техника, четкое исполнение, чистое. Соответственно, в кумите будешь бить без корябов всяких, без... Не криво, а все чисто. Это по-любому связано, поэтому я и ката на тренировке всегда тренирую, и кумите всегда тоже. Киок Ушинкай считается одним из самых жестких и интересных стилей карате. Вид был создан в противовес принципу бесконтактного карате. Сильнейшее карате продемонстрировало свою реальную мощь на спортивных татами. На открытом чемпионате области прошел отбор в региональные сборные для участия в первенствах и кубках Украины, а также чемпионатах Европы и мира. Киок Ушинкарате довольно сейчас массовое явление, довольно популярный вид спорта. Почему? Потому что это в первую очередь дисциплина. Это способ воспитания детей, способ воспитания их характера, потому что к нам приводят маленьких детей, хотят видеть их мужчинами. И методы тренировок, методы воспитания в Киок Ушинкарате способствуют развитию личности, развитию характера, дисциплины в детях. А, естественно, соревнования – это тоже как часть тренировки, которая необходима в тренировочном процессе. На данных чемпионатах, которые являются открытыми, на которых представлены многие организации, осуществляется первичный отбор для сборных команд Украины, для участия на чемпионатах Украины, чемпионатах Европы. То есть возможность для одних себя попробовать, для других себя проявить. От самых младших до уже взрослых каратистов выходили на татами Краяна и определяли сильнейших благодаря высокому уровню судейства. О том, что вид спорта активно развивается в нашей области, говорят высокие результаты и достижения клубов. Гости турнира остались довольны уровнем проведения соревнований, которые прошли на трех татами.